Мы возьмем и построить еще дополнительные трубопроводы в Китае, потому что нужно жаркши в остатке. Пожалуйста, вот и ссотерим. И эта сталь, она не будет лишней. Что касается так называемого лишнего алюминия, то он образовался только потому, что наша страна, ну, под влиянием, конечно, 90-х, оказалась не способна строить гражданские самолеты. Сейчас будут строить эти самолеты, алюминий будет нужен. Он перестанет быть лишним. И так будет совсем. То есть у нас все, что у нас как бы лишнее, много у нас такого лишнего. Мы ничего не делали. Кстати, вот перехожу к заключительной теме, а именно к теме воздушных лайнеров. Вроде бы как мы раскочегарились и начинаем думать о том, чтобы производить собственные самолеты и даже уменьшать долю иностранных, но тем не менее возникают некие предпосылки для поставки западных. То есть вроде бы нам все запретили, но сейчас опять какие-то предпосылки возникли. Там денежек захотели, а мы хотим им жизнь облегчить или как? Ну, вы знаете, пока же у нас так называемый технический каннибализм присутствует. У нас просто берут и разбирают на детали этих машин. И нам нужны эти детали, этих иностранных самолетов. У нас их много. А с собственными самолетами господин Мантуров президента опять подвел. Ну, во-первых, давайте вспомним последние пять лет, какие доклады замечательные делались в главе государства по поводу того, что у нас все готово с МС-21. У нас сухой суперджет, ну, ну, совсем все готово. Но это оказалось не так. И по итогам 2022 года, если цитировать Владимира Путина, то, что он сказал Мантурову, то он сказал, что что же это получается? Контракты готовы, такие подписаны. Все вроде готово, но ничего не сделано. Код прошел. Я очень надеюсь, что кадровые решения здесь, они, наконец, позволят нам восстанавливать авиастроение. Ну, в Бразилии есть авиастроение. Это хорошо для Бразилии. Но мы не должны от Бразилии отставать. Потому что раньше у нас было авиастроение, а у Бразилии не было. Теперь нам нужно поднимать Бразилию. Потому что это вообще на антрох. Поэтому покупать, я так понимаю, что на зацепить купать нельзя. Что касается покупать, еще что-то свои бы не строить, это можно претенчать. А насколько реальны сейчас планы до 30-го года снизить процентное соотношение, значит, с 78-ми процентов, да, по-моему, там 30-ти, что ли, иностранного авиапарка. Все реально лифте заниматься этим? Все реально. А иностранный парк будет сокращаться, потому что кто одну машину, кто другую машину будут разбирать. А никто это считается, возвращается. Насколько я помню, извините, что я прерываю, была ситуация, когда вот эти самолеты наши запрещали к использованию в Европе, ну, то есть нам нельзя было там садиться и куда-то дальше лететь, потому что, дескать, эти самолеты, машины не отвечают экологическим стандартам. Вот сейчас какова ситуация с теми новыми МС-21, там с суперджетами, которые вот будут строить? Они смогут летать в Европу? Смогут, но не вернуться оттуда, понимаете? Потому что нас... Там арестуют, там арестуют. Они могут сюда улететь, но обратно нет. Ну, то есть нам теперь все равно, мы все равно летаем в дружественные страны в Азии, либо у тебя по стороне, поэтому нам не важно, будут они сертифицировать или нет. Надо сделать одну очень важную вещь, которая не была сделана в 2022 году, и это, на мой взгляд, плохо. Вот какая-то вещь. Нужно освободить интеллектуальную собственность с недружественных государств. У нас правительство приняло перечень недружественных государств еще в начале специальной военной операции. Решение правильное, если не сказать, что крайне необходимое и крайне важное. Но это решение является само по себе недостаточным. Оно создает возможности делать новые ходы. То есть новые ходы должны позволить нам пользоваться любыми технологиями, любыми продуктами, которые созданы в недружественных государствах, включая и возможности патентования этих деталей. Нет, я понял. А вдруг мы помиримся, а они нам катят иски? Ну, они проиграют эти иски в нашем суде, потому что мы не помиримся так, как вы представляете себе. Как представляете себе у нас... Ну, не вы можете, я не знаю. Я никак не представляю. Многие, ну, как сказать, многие такие либеральные, неолиберальные мыслители, вы добровозрят, да? Я не принадлежу к этому слову. Что вернется все, как было, особенно в 2007 году. Запад нас простит, и будем жить замечательно. Да нет, они уже согласились свои планы. Они хотят сибирскую нефть и газ. И их наполовину не согласны. Хотят всю. Василий, спасибо. Главное, чтобы мы их не простили, и у нас все было иначе. Спасибо большое за беседу. Руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Калташов был в эфире Радио Спутника. И я, Алексей Усин. Удачи и счастливо. На радио Спутник итоги недели подводит бесподобный Тигран Кеосаян. Ровно в 6 часов он будет провожать вас и нас с работы. И не забудьте включить радиоприемники. Пятница с Тиграном Кеосаяном. День в истории. 1 февраля 1864 года родился протоиерей Иоанн Иоаннович Восторгов. Глава русской монархической партии. Настоятель храма Василия Блаженного в Москве. После прихода к власти большевиков он советовал патриарху организовать церковный мятеж в Москве. Создал в своем храме военную организацию монархистов. В 1918 году Иоанн был публично расстрелян. Вместе с епископом Ефремом, бывшим главой Государственного совета Щегловитовым, и бывшими министрами внутренних дел Маклаковым и Хвостовым. В 2000 году Иоанн Восторгов был прославлен церковью в лике святых новомучеников и исповедников российских. Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте Радио Спутник. Телефон рекламной службы Радио Спутник. Плюс семь четыре девять пять девять пять девятьсот пятьдесят шесть ноль шесть пять. Радио Спутник. Разберемся. В Москве 22 часа, в Душанбе полночь, в Атаве 2 часа ночи, в студии Илона Тунанина. Здравствуйте в этом выпуске. Стали известны детали обыска в доме Байдена. Министерство реагировало на заявления Турции. Британский премьер планирует визит в США. Далее подробнее. Профильные комитеты Госдумы обсудят инициативу за третий чиновникам на отдых вне России на время спецоперации, заявил глава парламентского комитета по безопасности Василий Пискарюк. Ранее с таким предложением к Пискареву обратился бизнесмен Евгений Пригожин. Глава комитета также отметил, что в отношении депутатов Госдумы по инициативе спикера Вячеслава Володина уже внесено в регламент требование об обязательном уведомлении о планах выезда за пределы страны. Агенты ФБР не нашли в доме президента США Джо Байдена в штате Делавер документы под берифом секретно, сообщил его личный адвокат Бо Бауэр. По информации юриста, агенты изъяли для изучения некоторых материалов и рукописных заметок, предположительно относящиеся к периоду вице-президентства Байдена. Как отметил адвокат, обыск был запланирован заранее, при содействии президента и продолжался 3,5 часа. Швеция не пойдет на компромисс со свободой слова и верховенством закона. Религия не является частью соглашения, подписанного тремя странами и прокладывающего пути для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиосу Бильстрюм, сообщает местный СМИ. Как он прокомментировал заявление из Турции, глава турецкого МИФа Влючеву Шагу, напомню, ранее заявлял, что Анкара не видит решительных шагов от Швеции по выполнению обязательств, взятых перед Анкарой под членством НАТО. Президент Турции Джетей Пардоган добавлял, что Анкара положительно смотрит на членство Финляндии в НАТО, а на членство Швеции нет. Британский премьер Риша Сунок может посетить США с визитом в ближайшие недели на фоне активации переговоров по северо-ирландскому протоколу. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на источники в правительство Великобритании и США. Отмечается, что среди прошлого будет обсуждаться тема, включая Украину, экономическую безопасность и технологии. Ранее газета Times со ссылками источники сообщала о том, что в Редаке и в Евросоюзе близки к урегулированию разогласия об особом статусе Северной Ирландии. После выхода до Великобритании из ЕС в ближайшее время стороны могут заключить таможенные соглашения. В областном Красногорске горит склад в тост-реем пластика. Получить разгорание составляет 1400 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС. Причину пожара установлен эксперты. Информация по страдавших пока не поступала. Причин для перевода бывшего президента Грузии Михаила Сокослия в ревниционное отделение нет, заявил министр юстиции Рати Бригадзе. У пациента нет наушения глотания или какого-либо другого механизма, который мешает приему пищи. Физиологические параметры Байнова остаются в пределах нормы, даже если индекс массы не соответствует параметрам лечения в отделении анимации, заявил Бригадзе. Сокошвили, напомню, задержали 1 октября 2021 года. Он проходит по нескольким уголовным делам. Члены его семьи ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Видеоинсталляция об основных событиях Сталинградской битвы, которые показали на фасаде в музее Сталинградской битвы, разрушенного во время сражения мельницы в рамках проекта Музпамяти, собрала тысячи зрителей. Им рассказали о том, как началась бомбежка города, как советская армия разбила фашистов, и были зачитаны также письма с фронта. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса. Вы слушаете, родной «Спутник»? И всем здравствуйте, меня зовут Алексей Тимофеев. Две новости у нас на ближайшие полчаса. Начнем с экономики, а точнее, так сказать, с нефтинолога, что дело в том, что с 1 февраля вступил действие как президента, который запрещает, что мы хотим продавать все ее. В том случае, если в том числе договора с одним из предстоитов, не на не проказанных проектах. Указы будет работать только в году 2020 года. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Дима Тимофеев Дима Тимофеев Дима Тимофеев Минамат Дима Тимофеев Продолжение следует...